Приветствую вас, друзья мои! Как же я давно не показывала вам утренний Рим, он особенный. Сегодня я приехала на экскурсию пораньше, чтобы хоть чуть-чуть успеть снять для вас видео. Возле Колизея скоро откроют новую смотровую площадку, идут последние приготовления. Привезли рулонный газон, рабочие уже с раннего утра занимаются благоустройством города. Сегодня мы прогуляемся с вами по улице Боргопия, послушаем музыку у замка Святого Ангела с видами на собор Святого Петра, дойдем до Дворца Правосудия, а потом я покажу вам госпиталь, в котором не лечили людей, а изолировали от общества тех больных, которых невозможно было вылечить от французской болезни. И в конце видео посидим немного у фонтана Треви. Мы находимся в двух шагах от Ватикана. Уже время обеда, и как видите, на улице Боргопио прямо на проезжей части стоят столы, и люди обедают. Еще в средние века население квартала Боргу было небольшим. Почти вся территория была засажена садами и виноградниками. Здесь находились мастерские по изготовлению кирпича. Активное строительство домов здесь началось тогда, когда папы переехали из Латерана в Ватикан, и началось строительство собора Святого Петра на месте базилики Константина. Этот район начинают застраивать домами, чтобы заселить сюда кардиналов. А из женщин здесь жили только куртизанки. Чуть позже Боргу стал отдельным районом Рима, и у него, как у всех остальных районов, был свой герб. Сейчас от района Боргу осталось несколько галоритных улиц. Большая часть района пострадала во время строительства улицы Кунчеля Ацьёны, которая проходит от замка Святого Ангела к собору Святого Петра. На улице Боргу-Пио много магазинов, где продают предмет религиозного обихода, много ресторанов и гостиниц. Когда вы приедете в Рим и, конечно же, захотите посетить Ватикан и музей Ватикана, так вот после музеев Ватикана я советую вам прийти пообедать и поужинать именно сюда, на улицу Боргу-Пио. Субтитры создавал DimaTorzok В Риме так много интересного, что не всегда мы можем заметить и рассмотреть скульптуры или памятники, которые скромно стоят в тени деревьев. Это памятник святой Екатерине Сиенской. Он находится между улицей Примирения и замком Святого Ангела. Екатерина выросла в большой семье красильщика из Сиены и была 24-м ребенком. Когда в семье родились две девочки-близняшки, их назвали Джованной и Екатериной. Джованна умерла младенцем. Екатерина росла нормальным ребенком. И когда в семь лет она объявила, что отдаст себя Христу, то родители сочли это за игру. В 20 лет ей стали предлагать жениха за женихом, и Екатерина отрезала волосы, чтобы никому больше не нравиться. Дома в наказание ей стали давать самую грязную работу, но переубедить ее не удалось. Более того, она стала раздавать одежду нищим. А когда родители закрыли все шкафы дома, то она сняла свою одежду и отдала ее нищим, оставшись голой. В этот период Екатерина сбежала от родителей в монастырькающихся сестер, где она не стала монашкой, а стала вести монашеский образ жизни, оставшись мирянкой, так как в обители жили вдовы, а не молодые девушки. Ей приходилось жить дома, но она ни с кем не разговаривала, родители слышали ее голос только тогда, когда она молилась. Девушка стала часто поститься и очень мало спала. Ей хватало полчаса сна в двое суток. Галлюцинации и видения у Екатерины были с раннего возраста, но потом от недосыпания они участились. Она впадала в транс, а монахи не кололи ее иголками, чтобы узнать, живали. Она не реагировала, но потом через некоторое время возвращалась к жизни. Еще Екатерина помогала тем людям, которым больше некому помочь. А в возрасте 30 лет Екатерина научилась грамоте, начала писать проповеди, где предлагала избрать путь спасения через испытания жаждой, голодом и нищетой. Она писала письма папе римскому, была замечена и даже приглашена в Рим, где служила при дворе папы. Екатерина умерла в возрасте 33 лет от истощения во время длительных постов. Для церкви образ этой женщины является примером святости. Она отреклась от всего ради спасения души. Екатерина Сиенская после долгого времени стала первой женщиной, которой разрешили читать проповедь в церкви. Она была канонизирована в 15 веке. В 20 веке ее стали называть покровительницей Италии и учителем церкви. И в это же время был установлен этот памятник. У замка Святого Ангела очень большая история. От античного мавзолея до средневековой крепости и резиденции римских пап. Я уже много раз вам рассказывала про замок Святого Ангела. Но хочу в ближайшее время еще раз зайти внутрь, снять для вас видео и рассказать уже подробную историю этого монумента. А сейчас давайте просто послушаем музыку уличного музыканта. Музыка 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 Недалеко от замка Святого Ангела находится это коричневое здание. Это дом инвалидов войны. Он был построен и открыт через 10 лет после победы Первой мировой войны. На открытии присутствовали король Италии Виктор Эммануил III и премьер-министр Муссолини. На набережной находятся лавки, где продают книги и разнообразные сувениры. И, конечно же, отсюда открывается прекрасный вид на Тибор. Музыка Рядом с домом инвалидов находится огромный дворец, дворец правосудия. Или можно еще его назвать дворец справедливости. И место для строительства было выбрано не случайно. Дворец правосудия находится рядом с замком Святого Ангела. А он, как вы помните, был символом произвола Папского престола. Там находилась тюрьма. В конце XIX века был объявлен конкурс на строительство дворца и отдельно объявлен конкурс на оформление фасада и внутреннего дворика. Первый камень дворца был заложен в присутствии короля Умберто и королевы Маргариты. Дворец правосудия украшают статуи выдающихся юристов. Внешне здание выглядит строгим и тяжелым, и когда я была внутри, я ощущала чувство холода, мощи и силы. Во дворце правосудия сейчас находится Кассационный суд и совет коллегии адвокатов. Дворец строили почти 22 года. За годы строительства было даже расследование по подозрению в коррупции. Доказательств не было, но архитектор Гулель Макальдерини не мог пережить позор и покончил с собой. Мост был построен и назван в честь короля Умберто I. Его построили, чтобы было легче добраться до Дворца правосудия. С этого моста отлично видно собор Святого Петра. Алтарь Мира. Здесь же рядом находится мавзолей императора Августа. Я недавно вам его показывала. А за алтарем Мира находится одна из улиц Трезубца, которая лучами отходит от Народной площади – улица Репетка. На улице Репетка есть дворик с полукруглым зданием. Здесь находится Академия изящных искусств. Из-за необычной формы маленькую площадь назвали площадью лошадиной подковы. Сначала здесь был склад, потом склад переструили в жилой дом, а потом здание передали Римской Академии изящных искусств. Напротив Академии находится Госпиталь Сан-Джакумо-Делье Инкурабили. В переводе с итальянского языка – Госпиталь Неисцелимых. Госпиталь был построен в начале XIV века и назван в честь Джакумо Колонна. Это был жест покаяния, ведь семью Колонна в XIV веке отлучили от церкви. В то время это место было далеко от застроенной территории, оно находилось между садами и виноградниками. Сюда принимали пациентов с любыми болезнями. А вот в XV веке солдаты Карла VIII принесли в Италию французскую болезнь сифилис. Ни одна больница не принимала больных с французской болезнью, и они тогда заполняли улицы города. Тогда Папа Лев X отдает больницу, которая все еще находилась на окраине, для больных неизлечимой болезнью. Так как лекарств от этой болезни не было, и больницу стали называть Госпиталь Неизлечимых. Попавшие туда люди были обречены на смерть, и они об этом знали. В госпиталь помещали людей, чтобы изолировать, как-то поддержать, но не вылечить. На этой же улице с одной стороны больница, а с другой стороны дом, в котором жил Антонио Канова. И в этом же доме находилась его мастерская. Снаружи дом украшен древними фрагментами, бюстом скульптора и мемориальной доской. Мы вышли на вторую улицу Трезубца, на улицу Корсо. В переводе с итальянского эта улица называется улица Бегов. Она простирается от площади Венеция до Народной площади. В античные средневековые времена эту улицу называли улица Лата. Улица Бегов эта улица стала после того, как папа Павел II начал проводить на этой улице Бега, которые были очень популярны у римлян. С улицы Корсо я свернула, чтобы выйти к фонтану Треви. Посмотрите, как людно сегодня у фонтана, как будто в рим вернулась нормальная жизнь. «Накwijки» pray Продолжение следует... 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 Продолжение следует...